Сегодня хочу показать, как я пеку хлеб в хлебопечке. Начинаю с растительного масла. Это оливковое масло у меня. Наливаю, стараюсь на штырек налить, чтобы потом легко вытаскивалась вот эта мешалочка. Одна и вторая. Две столовые ложки. Так, дальше. Наливаю, люблю брать кефир на живых бактериях. Где тут написано? Да, на кефирных грибках. Значит, весы включаю. 150 грамм наливаю кефира. 155, но не страшно. Продолжаю доливать простой водой. До 300 грамм. Две столовые ложки сахара. В эту смесь добавляю. Хочу рассказать про свою закваску. Вот в таком виде она у меня хранится в холодильнике. Здесь зубочисткой, видно на камеру, сделала дырочки, чтобы дышала. Закваски, потом точно скажу, года два, наверное. Вот. Здесь ей всего полтора дня. И вот так она уже у меня поднялась. Пахнет яблочками квашенными. Очень вкусно. Теперь эту заквасочку я вот так добавляю в хлебопечку. Теперь вот эту закваску, можно этого не делать, но я делаю. Вот так я слегка разминаю там. Слегка разминаю. Вот так тщательно все со стеночек сняла. И вот оставляю буквально вот такие остатки дрожжей. Это даже, ну, остатки закваски. Это не дрожжи. Тут дрожжей нет. Вот. Теперь мне надо сюда влить 55 грамм фильтрованной воды. Вот 55 грамм я влила водичке. И что я делаю? Вот это вот со стеночек все сгребаю. Поверьте, вот этого количества закваски мне хватает, чтобы она жила. Вот так сейчас сделаю. Теперь, значит, все у меня тут размешалось. Теперь я засыпаю ржаную муку. Такую же по весу, как вода. 55 грамм. Это у меня цельнозерновая, которую мы покупали в храме. Ой, в храме. В городище мы ездили. И начинаю вот здесь вот ее размешивать. Вот такая получается заквасочка. Это называется закваска 100% влажности. На малярном скотче вот я делаю надписи. Наклеиваю. Просто, чтобы знать. Но пеку каждые 3 дня. Поэтому, в принципе, можно и не писать. Но я пишу. Вот так я завернула. Надписала, завернула. Сверху у меня маленькие отверстия, чтобы дышала заквасочка. И ставлю на верхнюю полку холодильника. Это очень важно. Набираю в просеиватель муку. Это пшеничная белая мука. И насыщаю таким образом ее кислородом. 300 грамм мне надо. Засыпаю 200 грамм ржаной муки. Хлеб получается дарницкий. На кефире. Засыпаем. Здесь у меня морская соль. Как-то я ей пользуюсь. Полторы чайные ложки морской соли. И вот так вот я перемешиваю. Ставлю в свою хлебопечку. И выбираю режим теста на полтора часа. Старт. И накрываю полотенчиком, потому что сейчас зима, прохладненько, чтобы все тепло держалось здесь. Вот так она у меня будет стоять, пока я не увижу, когда пора на выпечку ставить. Прошло 7 часов, значит, в 13.30 я поставила, сейчас в 19.30. Вот так поднялся хлебушек раза в четыре, наверное. Вот, аккуратненько. Лучше не заглядывать. И ставлю режим десятый. На час. Выпечка. Все. Хлеб на закваске печется немножко дольше, чем на дрожжах. Вот дрожжевой в хлебопечке трехчасовой режим. 3,3,30, по-моему. А на закваске получается 7 часов. Но зато я вот в режиме замеса был он у меня полтора часа. Но не все полтора часа месилось. Там месяца всего минут 20, а потом в тепленьком расстаивается. Вот. И я больше не принимаю участия вообще в этом процессе. Все дальше здесь происходит в хлебопечке. Вот только через 7 часов проверила, поднялось. Может быть и раньше подниматься. Может и раньше. Зависит от того, какая температура в помещении. Сейчас зима. Не так жарко. Летом быстрее происходит подъем теста. Вот. Сегодня 7 часов занял процесс весь. Вот сейчас будет час печься. Потом час расстаиваться в тепле. А потом я буду вынимать на решеточку. Ну все. Хлебушек мой испекся. Час в режиме выпечки. И час в режиме подогрева. Сейчас я его достала. Вот высотой, ну, сантиметров 10, может 12. Ну, все зависит от муки бывает. Вот на решеточку я его достала. Накрываю полотенчиком. И оставляю до утра. Резать буду только утром. Надо, чтобы он подышал, отдышался и остыл. Пахнет великолепно. Всю ночь хлебушек у меня стоял на решетке. Остыл. Но я бы еще бы оставила его, чтобы он похрустящий был. Вот. Сейчас взвесим. Вес восемьсот семьдесят девять грамм. И вот сейчас я покажу, какой он на срезе. Вот такой он на срезе получается. Запах обалденный. И вот так одну половиночку я сразу нарезаю. И уже готова к еде. ПTMV. ПП. Продолжение следует...